Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Шаббат Шалом. Недельная глава Вайхи. Эта глава заканчивает первую книгу Торы Брешит. Написано, что Яков скончался. Йосиф пал на лицо отца своего и плакал. Но Яков завещает похоронить его в пещере Махпела, там, где похоронены врагам Исара, жена его, там, где похоронен Исхак и Ливка, жена его, там, где Яков похоронил Лею. Йосиф приказывает своим рабам, врачам, набальзамировать Исраэля. Наши мудрецы говорят, что Йосиф не должен был так поступать, потому что написано, что черв не коснется праведника. И действительно, пишут, что из-за этого он меньше прожил. Прожил 110 лет, хотя все братья больше прожили, каждый из них. Вот так вот, есть мнение такое тоже. 40 дней исполняется срок бальзамирования, потом написано, оплативали египтяне 70 дней. Наши мудрецы говорят, эти 40 вошли в 70. После этого он идет к фараону, фараон, естественно, не хочет дать похоронить Йосифа в стране Кнаан. Йосиф говорит, я дал отцу клятву, фараон говорит, я отменяю клятву, мы об этом говорили. Йосиф говорит, тогда снимаем с меня тоже клятву, я тебе обещал, что никто не узнает, что ты не знаешь святой язык. Фараон говорит, иди хороня отца твоего, и зашли колесницы и всадники, станут весьма благочисленными. Все сыны Израиля, кроме детей, только дети и мелкий и крупный скот остались в Египте. Очень сильная процессия, и удивлялись люди Кнаане, они даже не могли представить, что это такое, кого праведника хоронят. Они понимают, что это велик траур этот у египтян, Йосиф совершил весьма сильное облакование. Потом он устроил семидневный траур по отцу своему. Наша устная трагития, говорит, не было это все так просто. Один из правнуков нашего братца Ицхака, Цфо, нападает. Нападает. Это брат Караха. Брат Караха. Нападает на процессию. Видно, Исав это приказал, он же хотел, чтобы его похоронили в пещере Махпела, но он продал ее. Египтяне, сынами Израиля, выиграли в их войну, Цфо связали, арестовали и отправили в Египет. После этого времени как-то он успел сбежать и основал Рим. Вот такой у нас брат Амалека, основывает Рим. Исава убивает Хушим. Хушим это сын Дана, племянник Йосифа. Он увидел, что Исав требует его хоронить в пещере Махпела, хотя он продал пещеру Махпела. А Иосифа дал ему, это Якова дал ему деньги, материальные ценности страны к нам, он все себе забрал в Сеир. Но для него договор ничего не стоит. Прошли годы. И он делает вид, что забыл. Бумага находилась в Египте. Нафталийский арохот побежал. Ну, в это время Хушим сын Дана отрубил Исаву голову. Такой мидраж есть тоже, если мне не шут. Дубины отбил, отрубил. И голова похоронена тоже в пещере Махпела. Похоронили Якова. Потом Тора переходит к Йосифу. И написано, что Йосиф много лет правил еще Египтом. В действительности, он до 70 лет был правителем страны. И когда умирает фараон, мы читаем в Мидраше, то Йосиф становится фараоном, царем Египта. И до 10 лет он правит Египтом как фараон. Он говорит братьям своим, что я буду вас кормить по числу душ ваших. Дело в том, что братья сказали, отец перед смертью просил тебя, чтобы ты простил грех наш, которому сделал Йосиф. Он начал говорить к их сердцу. Слово простил он не говорит. Наши мудрецы говорят, что он должен был сказать слово простил. Но он говорил к сердцу и хорошо с ними общался. И сказал, что буду кормить вас и детей ваших. Но слово простил он не сказал. В общем, он говорит, что когда я умру, то вынесите кости мои с собой. Когда будете уходить из страны. Всевышний дал вам эту страну, чтобы вам дожить до великого спасения. Когда умер Яков, голод продолжился. То есть 17 лет был перерыв. Всего 7 лет голода. 2 года голод истощил Египет. И теперь они уже были подготовлены. Сейчас умер через 17 Яков и еще 5 лет голода. И Йосиф кормил всех своих братьев по числу эти 5 лет еще. Вот так вот. После этого, когда умирает Йосиф, написано, что набальзамировали его и положили в саркофаг в Египте. И мы, на этом глава заканчивается. И мы знаем, что после того, как это все произошло, мы жили еще в Египте очень много лет. И действительно, после смерти Йосифа мы еще рабами не стали. Нас обложили просто налогом. И пока не умер последний из братьев Леви, мы еще рабами не были. После его смерти, после того, как у Боржа Леви, тогда мы уже стали рабами. Мы начали себя вести, как мы хотели. Не хотели жить по Торе. В общем, сами виноваты. Но у нас хорошая надежда на будущее, что мы теперь знаем, что надо себя хорошо вести. И Всевышний нас обязательно приведет к хорошему будущему времени. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем шаббат шалом. Всем браха, парнаса, каванал. Мазал то, что мы в это время не грешили. Учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Пусть закончится скоро эта война. И урок был дан за поднятие души Михаэль Бен Леви, Берта Бат Исраэль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хая Малков Бат Йосиф, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахун, Главир Бен Григорий, Здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Несхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бат София, Двоер Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, � Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Бира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бат Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Масло Бараса, Гула, Ирина Батури, Арон Ари Бен Ури, Загросший Дух, Арон Ари Бен Двой, Радниз Бен Ахум, Амгаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Ария Лэй, Бен Лариса, Парна Сайбрюд, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем шабад, шалом и до следующих встреч, надеюсь, нас состоится въем решен в 15 часов, шалом.